Вы смотрите новости в студии Нурабек Пасарова. Здравствуйте. Сегодня в 2 часа дня в Первомайском районном суде Бишкека должны начаться повторные слушания по уголовному делу об освобождении воров в законе Азиза Батукаева. Обвинения предъявлены четырем подозреваемым. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, бывшему генеральному прокурору Индириджол Дубаевой, бывшему советнику председателя ГСН Калабеку Хачканалееву и бывшему директору центра гематологии Абдухалиму Раимджанову. Всего подозреваемых числилось 19 человек. Будет ли сегодня присутствовать в суде Атамбаев, пока даже не знает его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, ходатайство в генпрокуратуру о том, что Алмазбек Атамбаев не будет ходить на суды, он еще не подавал, поскольку не согласовывал его с клиентом. Но добавил, что все, что связано с ним, начиная с задержания, бывший президент продолжает считать незаконным. В прошлый раз, 11 октября, Атамбаев в знак протеста отказался покидать камеру. На два года сократил срок бывшему заместителю министра транспорта и дорог Азимкану Джусубалиеву Бишкекский горсуд. Коллегия горсуда провела заседание 9 октября. Напомним, он был задержан на КСГ КНБ в декабре прошлого года при получении 50 тысяч долларов. По версии следствия, до задержания через посредников он успел получить 120 тысяч долларов. А всего ему за продвижение интересов иностранной компании должны были передать 520 тысяч долларов. Оставшуюся часть планировалось получить в течение последующих недель. Обвинение просило для него 20 лет тюрьмы. Летом решением Первомайского районного суда Бишкека экс-заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Джусубалиева признали виновным в получении взятки и приговорили к 14 годам лишения свободы. Этот срок сократили на два года. В остальной части приговор Первомайского суда оставлен без изменений. Последний был приговорен к 6 годам заключения, а третий подсудимый, обвиняемый в даче взятки, приговорен к 2 миллионам сумм штрафа. Он освобожден из-под стражи в зале суда. К другим новостям. 28-летний водитель на машине Lexus GX 470 не остановился по требованию сотрудников ГООБДД. И милиционерам пришлось применить табельное оружие. Так объяснили в ГООБДД инцидент, который произошел 12 октября в городе Кант. Сообщается, что мужчина ехал на машине и разговаривал по телефону. Когда его попытались остановить, он едва не сбил автоинспектора. Началось преследование. Инспекторы неоднократно пытались обогнать и остановить машину, но водитель не давал им такой возможности. Тогда и было применено табельное оружие, сообщает ГООБДД. Сначала был произведен предупредительный выстрел в воздух, а после по колесам автомашины. Ранение водитель получил уже после, когда автомобиль остановился, но он снова не подчинился требованиям и вступил в драку с милиционером, пытаясь отобрать пистолет. Сейчас водитель находится в больнице с огнестрельным ранением над Лопаточной области. Факт зарегистрирован в едином реестре. Уточняется, что согласно таможенному приходному ордеру от 16 сентября, автомашина Lexus GX470 с грузинским номером принадлежит ему, но на территории республики зарегистрировано не было. Состояние раненого удовлетворительное. В данный момент решается, какие меры могут быть приняты правонарушителю. По факту смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егоря Паншина, милиция начала досудебную проверку. Факт зарегистрирован в едином реестре. Что стало причиной смерти 44-летнего ивент-менеджера, следователи Октябрьского РОВД установят только после получения экспертизы. Пока предварительно, и как уточнили в ГОВД, основная версия – самоубийство. Отметим, мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне Асанбай накануне утром. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Ужесточить штрафы для автоперевозчиков, нарушающих правила перевозки опасных грузов или правил проезда предлагают в парламенте. Поправки в закон об автомобильных дорогах опубликованы на сайте Джогурпу Кенеша. Из-за коррупции на весогабаритном контроле грузовые автомобили ездят по трассам с перевесом, что приводит к разрушению дорог, говорится в документе. Поэтому предложено установить штраф в размере 100 тысяч сомов для физических и 200 тысяч сомов для юридических лиц. Также для исключения человеческого фактора и коррупции предложено пользоваться автоматизированными пунктами весогабаритного контроля, которые на сегодняшний день установлены в 8 пунктах транспортного контроля. Автоматизированные пункты транспортного контроля оснащены датчиками и камерами видеонаблюдения, которые определяют параметры габаритов транспортного средства. И при обнаружении превышения допустимых норм по габаритам и весу, система автоматически передает информацию о выявленных правонарушениях в уполномоченный госорган. Система электронного билетирования будет запущена с января следующего года. Горожанам предложат три носителя – карту, браслет и брелок. Как сообщает мэрия столицы, на первоначальном этапе система позволит оплачивать проезд в общественном транспорте, но в будущем систему добавят возможность платить за парковку, аренду велосипедов, входные билеты в музеи и театры. Электронные билеты будут представлены в трех категориях – льготная карта для пенсионеров и инвалидов, карта для школьников и стандартная карта без льгот. В случае утери карту можно заблокировать. С 20 сентября в столице систему электронного билетирования запустили в тестовом режиме на 10 троллейбусах и 10 автобусах. Проект реализует швейцарская компания. Она оценила свои услуги в 24 миллиона 120 тысяч сомов. И на этом пока все. Журналисты телекомпании «НТЭС» продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok